Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что царевность, которую вы испытываете, имеют под собой вполне такие твердые основания. В первую очередь нужно поработать с царевностью и веществом вины, наверное, перед мужчины, которые вас возникают, за то, что вы, как говорите, пишите, написали ему ужасные вещи. Значит, с чем связана ревность? Первую очередь с неверностью с царевностью. Страканодина общества. Семь тенденции к сравниванию себя. С другими людьми. То есть, вот, ну, в данном случае, возможно, речь идет о других женщинах, о других девушках и так далее. Хотя, тут, понятное дело, что могут быть определенные нюансы. Понятно, что здесь могут быть определенные какие-то варианты. варианты. Но, скорее всего, скорее всего, я повторюсь, дело в этом. То есть, вот, именно в том, что вы сравниваете себя с другими девушками. Следующий момент достаточно важный, на мой взгляд, связан с тем, что у вас может быть специфическое, достаточно специфичное отношение к сексу. То есть, вот, это то есть, что должен быть специфическим. трамат связано со сексом, ну например и меня, и кого-то из ваших родных, где вот ну вас в семье, возможно, возможно есть какие-то еще моменты, о которых вы можете не говорить, о которых вы можете не раскрывать, тем не менее. Ревность может быть связана так же и со страхом, например, потерять человека, и связано это с тем, что у вас может быть такой вот, я бы сказал, в какой-то степени материалистическое представление, ну об отношениях, материалистическое представление о сенестве человека, вот и как следствие результаты может быть вот как раз таки собственническое отношение к мужчине, ну к вашему партнеру. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, это наверное на то, что вы говорите, что человек вас обидел. Если вы считаетесь, то именно ваш партнер предусловно своими действиями, то я бы сказал, что данная позиция является в определенной степени исчерченной, в определенной степени устья, к сожалению, перекладывать ответственность. на мужчину, потому что обида – это ваша реакция, это исключительно то, как вы сами реагируете на ту или иную ситуацию и соответственно важно понимать, почему вы реагируете на ситуацию именно так, а не на что. Это крайне важно в этом отдавать отсчёт себе, ну вам. Крайне важно вам в этом разобраться. С другой стороны, это в какой-то степени неоправданные ожидания от человека, который, ну, не соответствует тому, что вы думаете, не соответствует тому, чего именно вы хотите и, в принципе, не может дать вам то, чем вынуждается. Не потому что он какой-то плохой, не потому что он такой вот нехороший, вредный, вредный или злой, а именно потому что он не способен. Таких способностей, возможностей у него нет. И свои обиды вы, ну, как бы вот, по сути дела, ситуацию, на мой взгляд, только лишь усугубляет, усугубляет вы и ситуацию именно тем, что давите на человека, тем, что требует от него того, что он может быть вам, ну, в принципе, дать не может. Кроме того, обижаясь, вы в известной степени перекладываете на партнера ответственность за то, что вам нужно, и становитесь тем самым зависимым, зависимым от человека, не свободным и так далее. Ну, надо сказать, что обида – это проявление манипулятивной модели поведения, когда человек, значит, вот, не хочет, грубо говоря, брать на себя ответственность за твое желание, хочет или привык, или боится, соответственно, хочет и привык, что делает за него, а боится делать сам. Вот, ну, ну, вот, такая не очень приятная история, не очень, не очень, не очень приятная история, не очень, не очень, такой вот приятный момент, вот, ну, здесь, в принципе, всё можно подкорректировать, в принципе. Вот, так что-то, ну, это можно сделать, вот. Больше. А, значит, следующий момент, вы пишете, значит, я думаю, прощайте вы или нет. Ну, человек. Вот. Смотрите. Опрощение – это принятие. То-то-то, ну, безусловно, принято, принято, эм, того, что он делает человек. А, у меня есть ощущение такое, что вы не можете, не можете принять того, что он делает, делает, эм, ну, вот, мужчина. У меня есть такое ощущение, и, эм, я думал, что необходимо вам определить с тем, насколько, приемлемо то, что делает ваш партнёр, потому что он, скорее всего, не изменится, он, скорее всего, будет действовать так же, как действовал до этого. Если вы, не принимая его мотивов к, эм, ну, мотивов к поведению, да, к действиям, все равно, как бы, остаетесь с ним, то, я думаю, что здесь вопрос можно поднять. Вопрос. 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 Вопрос о зависимости. Вопрос. Вопрос о зависимости, эм. От, эм, Человека. То-то, что вы зависимы, что вы не можете без него и дать ладно. Вот. А, ну, и, соответственно, эм, Если сделать, несмотря ни на что, и терпеть унижение, как вы говорите, то нужно понимать, для чего вы это делаете. Для чего вам терпеть унижение и так далее. И вообще, достойный ли кто-то, например, того, чтобы подобные вещи происходили. То есть, если что-то, ради чего стоит терпеть унижение. А если вы терпите унижение, то соответственно, что они, то есть, это самое, унижение, и себя представлять. Это тоже весьма важный вопрос. Дальше. На самом деле, я его очень люблю и думаю, что нам тогда было очень хорошо, что делать. Ну, повторюсь, действие зависит от вас. Я думаю, что решение, решение, в принципе, может быть каким угодно. То есть, я думаю, что решение, ну, по вопросу, по данным, может быть абсолютно любым. В общем, вообще любым. Вот. Т.е. Ну, любые решения, которые, которые вас страдают. Да. Вот. А. С той, может быть, только, с той только разницей, да, что, может быть, вот, может быть, Вы посмотрите на, ну, на причину своих, своей боли, на причину своих, вот, ну, каких-то переживаний, да, вот, чтобы, может быть, не страдать так сильно, как, например, вы страдаете сейчас, чтобы это не задевало вас так сильно, как это задевает вас сейчас, что, а дальше уже смотреть по ситуации, дальше уже смотреть, из-за того, что вы хотите, может быть, имеет смысл немножечко повысить свою самостоятельность, может быть, имеет смысл немножечко повысить свою независимость, потому что этот тоже молодой человек может относиться к вам хуже и так далее. Посмотрите, сделать так, чтобы вам, ну, именно, что было бы не обидно, то есть, вот, чтобы именно вы не испытывали именно обиду какую-то, да, чтобы, чтобы вы, как бы, старались мыслить больше такими категориями, например, такими категориями, как, насколько это для меня приемлемо, например, когда... то есть вот примерно примерно даже я. death в нем, опираясь на эти моменты, на моменты приемлемо для меня это или нет, вот уже можно будет что-то вам рекомендовать. Мне кажется, что вы могли бы поступить вот примерно в таком ключе, то есть сначала разобраться в себе, да, сначала разобраться в своих собственных, значит, в переживаниях, в своих собственных эмоциях, в своих желаниях, а после уже думать, как вы здесь, да, человек. Важно, чтобы вы демонстрировали то, как можно с вами, и чтобы вы демонстрировали то, как с вами нельзя, потому что если вы не защищаете себя, свои границы личные, то человек, естественно, будет пренебрегать, ну потому что по-другому не бывает. Ну я бы, наверное, вот последнее, на что хотел бы обратить, может что является сдерживающим, сдерживающим фактором, противоречивым фактором для вас. То есть вы не знаете, что делать, вот что, с чем конфликтовать. По-моему, вероятно, что вы просто не можете выбор, выбор сделать. Может быть, вы как-то, ну, боитесь выбор, выбор сделать. Ну просто, вы просто боитесь делать выбор. Такое тоже бывает. Вот. Может быть, есть еще какие-то причины, например, причины в том, что вы не привыкли делать выбор, в принципе. То есть, ну, нет навыков, боитесь ошибок при совершении выбора и так далее. Если это все присутствует, то я думаю, что вам можно помочь, можно и нужно помочь, потому что самостоятельно, может быть, вы не справитесь с этой проблемой. Вот. А если у вас занижена самая цирка, что, ну, на что указывает косвенно то, что вы допускаете для себя унижение, ну, возможно, унижение со стороны младого человека, да? Вот. Вот. Если у вас занижена самая цирка, то можно и нужно с этим поработать, чтобы самооценка не беспокоила вас, чтобы она не мешала вам, чтобы она не блокировала вот то, что вы могли бы, то, что вы хотели бы. Вот. Ну и последнее, наверное, что я хотел бы сказать, это то, что он терпеть что-либо в отношениях, ну, и самая лучшая идея мягко говорит, что если вы терпите что-либо в отношениях, если вы, если вы что-либо в отношениях, то скорее всего ничего хорошего, чем хорошего, да ладно, ну, такие отношения не закончатся, потому что так или иначе, ну, так или иначе вы будете напряжены, вы будете неудовлетворены, вот. Ну, вот. вы там, допустим, себя заставляете, вот, то вам, конечно, хочется, ну, хочется какой-то компенсации, вот, что вполне естественно и понятно, а вот, компенсацию вам никто не дает, потому что он, партнер будет думать, что то, что происходит у вас в отношениях, то это, в принципе, естественно, вот, нормально, и ему, может быть, даже вот в голову не придет, что, ну, что вам трудно, что вам тяжело, что вам как-то вот, может быть, не по себе, короче говоря, вот, поэтому все эти вещи достаточно важны, ни в коем случае нельзя вписывать со счетов, вот, на мой взгляд, по крайней мере, и, значит, нужно, чтобы вы поработали с этим, обязательно нужно, чтобы вы обратили на это внимание, вот, и решили, что с этим делать дальше, вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи!